Тур-агент Нет, исходя из того, что клиент не получил услугу, а уже потом мы выясняем с авиакомпанией, почему он ее не получил, мы ему плачем стоимость путевки. И это проблема. Именно поэтому мы стараемся в своей деятельности опираться на компании надежной, использующей более новый парк самолетов и так далее, понимая, что зачастую от авиакомпании получить некие компенсации практически невозможно. Закон о туристической деятельности или туристической, его по-разному называют, да? О туристической. О туристической деятельности сейчас у нас. Туристической это когда у костра, там, что-то парад, КСП такое, да, это туристическая, а это туристическая. Так вот, закон о туристической деятельности, он предусматривает наказание или нет? Естественно, дело в том, что существуют же финансовые гарантии. Ну, у нас вообще правила гражданского кодекса применяются. Но он отстал договор, и в рамках договора, да, предусматривается определенная ответственность. Дело в том, что клиент обращается в суд, и если суд присуждает клиенту выплатить эту сумму, если мы ее не выплачиваем, деньги забираются из финансовой гарантии. Понятно. Но, тем не менее, вы исключение, подтверждающие правила. Вы, во-первых, не побоялись пристигать эту сумму? Не побоялись. Остальные туроператоры мне отвечали малоцензурно в основном и сказали, что не хотят обсуждать эту тему. Юрий, еще несколько вопросов. Значит, цитирую. В случае вынужденного отказа от перевозки, это мы уже поняли, значит, пассажиру возвращается вся сумма. А вот самое интересное, в случае добровольного отказа пассажира от перевозки с уведомлением об этом перевозчика не позднее, чем за 24 часа, пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку. Тут я сделаю многоточие, потому что там еще есть пару интересных моментов. Это как? Это вступает в противоречие с правилами авиакомпании, да? Особенно у лоукостов. Ну, безусловно, безусловно. Дело в том, что, на самом деле, те федеральные правила, которые приняты, они приняты в несколько вырезанном виде. И вот во время этого вырезания, для того, чтобы правила пришли все-таки в действие, пострадала как раз та часть, о которой мы сейчас говорим. Здесь есть проблема... То есть обрезали не по пунктирной линии? Совершенно верно, абсолютно не по пунктирной, да. И здесь есть проблема следующая. Во-первых, когда мы говорим о возврате билета, в любом случае, мы четко должны понимать, что работа конкретная для пассажира сделана при продаже. И если пассажир передумал, по каким-либо причинам лететь... Это его личные правила. Это другой совершенно вопрос. Поэтому, какую часть составляет та работа, которая сделана? По бронированию перевозки, по подбору тарифа, по оформлению перевозки. Но эту часть, ее нужно выделять. К сожалению, здесь воздушный кодекс сегодня просто отстает. Внести необходимые изменения в воздушный кодекс требует значительного времени. А, значит, прежде всего, пострадали, совершенно правильно говорите, лоукост-перевозчики. Ну и как бы авиакомпании, в которых, ну большинство компаний, у которых есть суперапексные и апексные тарифы. Но, можно еще вот я сейчас дополню. Тут есть такая строчка. В случае применения перевозчикам пониженных тарифов, в скобках, ниже 60% от нормальных тарифов. Я, конечно, не юрист. Михаил тут мне, наверное, поможет. Я с трудом понимаю, что такой нормальный тариф. Это полный тариф имеется в виду? Как вы думаете, Юрий? Ну, категории тарифов много. Что имеется в виду, сейчас трудно говорить. Потому что, я еще раз хочу сказать, что когда эксперты от авиакомпании готовили проект федеральных авиационных правил, там эта часть была описана. Там было понятно, что понимать под тарифом и как в этом случае поступать. Сейчас авиакомпании должны предложить, собственно, свое решение этого вопроса. Но, значит, так или иначе, помимо тех проблем, о которых мы сейчас говорим, агенты вступают в ситуацию, связанную с ВАПами, тоже сейчас, как вполне ответственная сторона. Если, значит, когда мы говорим о ФАПах, то говорим, что сейчас ответственность лежит на перевозчиках, как бы, то сейчас перевозчики вполне правильно ставят вопрос о том, что касается правил перевоза именно авиакомпании. Эту часть берут на себя перевозчики. Что касается предоставления агентами информации о федеральных законах, о предоставлении ВИЗ, о санитарно-эпидемиологических службах, то эту часть информации за это несет агентство со всеми вытекающими последствиями. Но это по информации, а по деньгам-то что? Так, соответственно, и по деньгам тоже. Если агенту не предоставил информацию в этой части, то, значит, деньгами будет нести ответственность. Судя по всему, агент... Нет, нет, я сейчас про другое говорю. Значит, я пришел к агенту, агент мне продал билет. Я решил отказаться за 24 часа. Значит, я прихожу к агенту, агент, который выполнил работу, авиакомпания, которая выполнила работу, они все мне возвращают билет, да? То есть мы наносим еще тяжелый удар по турагентству. Правильно я понимаю? Безусловно. Давайте вернем все-таки еще к лоукостам. На секунду, у нас есть возможность связаться с начальником отдела по связям с общественностью, наверное, единственным на сегодняшний момент бюджетного российского перевозчика Sky Express, с Виталием Коренюгином. Виталий, вы нас слышите? Да, добрый день. Здравствуйте, Виталий. Ну, присоединяйтесь к нашей беседе. Не знаю, слышали вы ее или нет. Мы обсуждаем новые федеральные правила. Значит, и сейчас мы как раз обсуждаем тот самый момент, что больше всего попадает авиаперевозчик. Чем раньше купил, тем дешевле заплатил. Правильно? Совершенно верно. И все лоукосты изначально планируют свою бизнес-модель именно с этих позиций. Раньше покупка дешевле билет. Что ж теперь делать? Ну, я бы хотел вернуться к обсуждению проблем, связанных с новыми правилами, и выделить два аспекта проблемы. Это первое, ответственность авиакомпании по задержкам рейсов в случае каких-то обстоятельств. Второе, это гарантия возврата билета в случае отказа от перевозки. Добровольно, либо вынужденно. В первом случае, новыми правилами на авиакомпании несправедливо возложена ответственность в случае неблагоприятных погодных условий, закрытия аэропортов по различным причинам, ухода на запасной аэродром. В этих случаях компании обязывают оказывать достаточно дорогие услуги для пассажиров, не связанные напрямую с перевозкой. Которые вы, естественно, не хотите делать сами, а будете возлагать на авиапассажиров, включая в цену авиабилета. Естественно, они изначально закладываются как риск в стоимости билета и ложится стоимостью на пассажира. Он платит дорогую цену за перелет, что не могут себе позволить в своей практике низкобюджетные авиакомпании. Оказывается, прощай российский лоукост теперь? Я думаю, что не все так плохо, и все-таки мы как лоукост находим выход из положения. А вот расскажите подробнее об этом выходе из положения. Очень интересно. Давайте еще коснемся возврата билетов. Такое ощущение, что создается впечатление, что новыми федеральными правилами пытаются усложнить жизнь авиакомпаниями и не учитывать специфику авиапродукта, который, в принципе, можно приравнять к скоропортящему товару. Если вы не продали билет сегодня, завтра вы его уже навряд ли продадите. Кресло полетит пустое. И если пассажир сдает его за 24 часа, то вы не найдете на это место покупателя за это время. А с тем, чтобы не возить воздух, компаниями разработаны широкие сетки тарифов. Виталий, вы не меня убеждаете, вы Минтранс убеждаете. Я-то как раз полностью на вашей стороне в данном случае. Мы, в принципе, готовы обсуждать. Кстати, возвращаясь к вопросу о редакции федеральных авиационных правил, вот Юрий упомянул, что некоторые аспекты обсуждались, и они почему-то куда-то исчезли из этих правил. Какие-то пункты все-таки авиакомпаниями не удалось отстоять, и они просто не были включены в новые. А почему? Это просто популистские меры какие-то? Мне, к сожалению, трудно говорить об этом, по какой причине ряд аспектов не отразились в этих правилах. Ну, в общем, на сегодняшний день имеем то, что имеем. Спасибо большое, Виталий. Я думаю, что, может быть...